Какой Новый год без советского шампанского? Этим благородным напитком в ночь с 31 декабря на 1 января наполняли бокалы все жители СССР. Да и сегодня игристому вину с таким знакомым и родным названием отведено почетное место почти на каждом праздничном столе. Глоток именно советского шампанского под бой курантов, ритуал, нарушать который – просто кощунство. Многие считают, что, собственно, под пузырьки, которые выходят из бокала, сколько пузырьков в бокале, столько можно загадать желаний, и столько желаний должно исполниться. Поэтому это действительно атрибут. Если вы задаете вопрос потребителю, что вы хотите видеть на новогоднем столе, то будут разные комбинации, может быть, салатов, может быть, фруктов, но советское шампанское как бренд, как продукт будет присутствовать всегда. Это сегодня шампанское может и не повседневный, но вполне доступный напиток. А еще в начале 20-го столетия изысканное изобретение винодела французской провинции в России было по карману лишь высоким дельможам и королевским особам из-за длительности и сложности производственного процесса, а также малой внестимости погребов шампани. При методе натуральной шампанизации виноматериалы разливаются в бутылки и доходят до нужной кондиции в течение 3-5 лет. При этом бутылки 4 раза меняют. При этом жить красиво и баловаться игристым вином хотелось всем. Шампанское в царской России активно подделывали. В винном суррогате, пользовавшемся большой популярностью у населения, ничего не напоминало об оригинальном напитке. Для народа в царской России делались дешевые газированные вина, либо народ потреблял сидр. Яблочное шипучее вино. Как говорили, сидр не шампанское, курица не птица. Но на безрыбье и рак рыба. Изобрести отечественное шампанское в то время считалось невыполнимой миссией. Французы хранили тайну игристого алкоголя за семью печатями и утверждали, что нужные сорта лазы растут только в шампании. Но влиятельный русский князь и фанатичный поклонник вина был категорически несогласен. Лев Голицын потратил годы и целое состояние на эксперименты с игристами. В конце концов, он подобрал таки нужный букет из крымского винограда и сделал русское шампанское, которое французские дегустаторы признали лучшим в мире на конкурсе 1900 года. Князь Лев Голицын получил не только золотую медаль русского вольного экономического общества, но и статус поставщика императорского двора. Все-таки тут ему помогло то, что он был одним из богатейших помещиков Российской империи, и то, что у него имелось крымское имение Абрау-Дюрсо, где как раз были подходящие почвы, и где он мог экспериментировать, не страшась ничьих насмешек и не боясь за свою казну. Русское шампанское льва Голицына, по сути, создавалось по классической французской технологии. Чтобы вино заиграло, с бутылками несколько лет бережно нянчились по грибах. Так что алкогольный напиток князя Голицына тоже стоил недешево и все-таки дешевле, чем доставленный из самой шампании. Но Россия отечественное игристое вино тогда так и не попробовала. В 1905-м случилась Первая революция, так что о производстве шампанского как-то позабыли. Знаменитейшее вино, получаемое методом натуральной шампанизации, которое в советское время подавалось к столу к закопоставленным государственным деятелям и шло на экспорт. Достать настоящий абраудер софт-торговли – это было сродни подвигу. И стоило оно огромных денег. А после 1917 года о бананасах, рябчиках и прочих атрибутах сытой буржуазной жизни типа шампанского никто даже не заикался. Тем более, что в стране советов действовал сухой закон. После Октябрьской революции прошло 7 лет, и вот советское правительство сделало первые шаги к тому, чтобы жить стало лучше и веселее. Наконец, был отменен запрет на алкоголь. Вот только чтобы отметить такое знаменательное событие, шампанского в молодом пролетарском государстве не оказалось. Начали гнать в массовом порядке крепленные плодовые вина после отмены сухого закона в 1925 году. И кое-какие из производителей начали эти плодовые крепленные вины еще и газировать. Это вообще убойная смесь получалась. Пробовали выпить стаканчик газированной водки, так вот нечто подобное. Один стаканчик такого вина ввалил работника с ног. Ну и чтобы народ не спивался, и чтобы дать, наконец-то, народу возможность пить настоящее шампанское, была поставлена задача разработать технологию производства скороспелого шампанского, причем дешевую технологию, чтобы это шампанское можно было делать в массовом порядке. Сделать напиток аристократов, которые рабочие и колхозницы будут покупать за копейки, другой бы запил с горя, получив такое правительственное задание. Но опытный винодел Антон Фролов-Багреев был уверен в успехе. Когда-то он работал химиком-шампанистом в царском имени Абрао-Герсо и был лично знаком с князем Голицыным. А сейчас власть Советов на два месяца командировала его в Германию и Францию для ознакомления с новейшими достижениями виноделий. Советское шампанское. Если во Франции это брожение происходило в бутылке, в подвалах, в бутылке, в замках, в шато, то в Советском Союзе это было в акратофорах. То есть это в специальных резервуарах, которые выдерживают до 20 атмосфер давления. Резервуарный способ советского шампанского, то есть можно взять один акратофор, рассматривать как целую одну бутылку классического французского. Такие емкости были рассчитаны на 5, а то и на 10 тысяч литров, а шампанское в них получалось меньше, чем за месяц. Правда, такое игристое вино частенько отдавало дрожжами, а об индивидуальном вкусе содержимого каждой бутылки теперь не могло быть и речи. Зато шампанское превратилось из нектаров богов в массовый алкоголь. Советское игристое в магазинах продавали даже на разли. Если брать, например, налить с двух бокалов шампанское, например, классическое, и шампанское советское, то не всегда даже начинающий винодел сможет найти разницу в этом. Шампанское, например, французское, оно там стоит очень больших денег. Например, есть бренды, которые начинаются с 1000 долларов, это супер премиум. Они не из-за того стоят, что там на 900 долларов качество выше, чем, например, в том же нашем советском шампанском. Я уверяю, что как профессионал, что разница в сырье, ну, евро-два. Все остальное – это бренд, это история. Это маркетинг, это торговая марка. Вот. У нас есть советское шампанское. Это тоже высокий бренд. Это бренд, который с 37-го года выпускается. Советское шампанское изобрели в 1928-м, но первая бутылка сошла с конвейера только через 9 лет. Не без личного участия вождя народов. Товарищ Сталин как-то заметил. Стахановцы, инженеры и трудящиеся уже зарабатывают много денег, а шампанское – признак материального благополучия и зажиточности. Так что советский человек, если захочет вдруг игристого вина, должен без труда отыскать его в любом магазине. И закипела стройка. Каждому крупному городу СССР нужен был свой завод по производству шампанских вин. И у каждого предприятия получалось свое советское шампанское. На рынке ближнего зарубежья этот товарный знак, он на каждом рынке локально защищен. Поэтому именно под товарным знаком советское шампанское мы можем продавать больше именно на локальном своем рынке, поскольку есть производители местные, традиционно Советского Союза, которые под данным торговым знаком продают на своих локальных территориях. Советские виноделы были уверены, что и привычный вкус советского шампанского зависел от личных пристрастий отца народа. По легенде, Иосиф Гессарионович, прежде чем присудить создателям отечественного игристого вина сталинскую премию, приказал наполнить его бокал. Этому заводу не надо давать премию, он такую окислятельную выпускает. И кто приносил, вернулся, рассказал на заводе, что делали замечания. И после этого у нас появилось советское шампанское полусладкое. Сталин действительно вникал во все. И он лично дегустировал и шампанское, получаемое методом ускоренной шампанизации, сравнивая с Абрау-Дюрсо и завезенными из Франции эталонными образцами. С тех пор отечественные потребители, следуя примеру вождя, больше любят сладкое шампанское. По статистике его выбирает половина жителей бывшего СССР. 30% пьют полусухое, и лишь 20% кисловатый брюс, которому традиционно отдают предпочтение люди во всем мире. Это уж сложно сказать, почему в наших краях больше любят сладкое и полусладкое. Может, потому что до середины 18 века в Речь Посполитую, в Россию завозилось в основном венгерское шипучее вино. Это было газированное сладкое и полусладкое вино, а не натуральное шампанское. Шампанское начали пить лишь во второй половине 18 века, когда, наконец-то, французские виноделы освоили выпуск этого вина в промышленных масштабах. Постепенно советским шампанским стали считаться даже скептики. Лицензию на отечественный способ производства игристого вина у СССР купили Испания, ФРВ и даже старейшая французская фирма по изготовлению шампанского – Моэт. А купить родную зеленую бутыль, украшенную фольгой, можно было практически в любой точке земного шара. Но на этикетке виднелось совсем другое название. Хоть во всем мире и французские виноделы заявляют, что настоящее шампанское делают только в шампании, и требуют везде менять название. Но если шампанское советское идет на экспорт, оно именуется советской игристой, а если оно продается внутри страны, то именно советское шампанское. Продавая, допустим, наше советское шампанское в Соединенные Штаты Америки, отгружая его, в частности, последняя поставка была в штат Майами, мы видим отзывы потребителей, где не только выходцы из Советского Союза, но и жители США, коренные, с удовольствием наслаждаются вкусом, букетом и видом традиционным советским. Эта советская марка с легкостью пережила Советский Союз. Правда, то самое шампанское сегодня выпускают самые разные производители, и разобраться в море игристых вин не так-то просто. На этом минском заводе советскую технологию довели до совершенства. Строгий лабораторный контроль, новейшее импортное оборудование, специально выведенное во Франции раса дрожжей и отборные виноматериалы из солнечной Молдовы. Южная зона Молдавии, часть центральной, находится в климате точно таком же, как и зона шампании. В итоге, это советское шампанское заиграло такими вкусовыми оттенками, которых не бывало во времена СССР, и почти сравнялось с содержимым бутылок, хранящихся в погребах шампании. Все хорошее, оно все натуральное. То есть, все, что искусственное, оно никогда не будет такого качества, такого вкуса, как есть натуральное. Но даже превосходное качество шампанского не гарантирует вам отсутствия с ним проблем. С игристым вином играть нельзя. Иначе может пострадать и здоровье, и имущество. Если небережно относиться к продукту, то есть на складе его, кидать ящиками, в магазине пихать, друг друга бутылкой толкать, в пакете нести, домой можно где-то зацепить, бутылка может взорваться. И это 6 атмосфер. А жидкое золото пенится, демонстрируя всем свой характер и с шумом покидает бутыль из темного стекла. Волшебные пузырьки слушают тосты и исполняют желания. А яркие фруктово-цветочные нотки приятно расслабляют и веселят. Советское шампанское будет встречать вместе с нами еще не один Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok